МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заметенный снегом, свежие отпечатки белки. Разобраться в этих следах, оставленных местными обитателями на последнем снеге, может только специалист, который читает их словно карту. Здесь пробежала белка, здесь прошел и зюбрь. В этом месте в поисках пищи мигрировали кабаны. Но самая большая удача на белоснежном покрывале – найти отпечаток лап тигра. Какое-то время перед снегопадом мы видим очень много кабанев троп натоптанных. И в том числе вот след тигры шла в ту сторону. Дождь снегопада еще. Видно, что перешла дерево, лапу поставила. Дальше пошла за дерево туда, 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 туда. То, что это следы именно илоны, ученые определяют сразу. У самки он характерный и неповторимый, как отпечаток пальца человека. У нее характерное поширение примерно отпечаток. То есть лапы около 9 сантиметров. У самцов у всех значительно крупнее. А так как мы знаем, что других самок у нас тут нет, то, соответственно, когда мы видим след тигрины такого размера, можно твердо быть уверенным, что это именно илона. Кстати, многие специалисты сходятся в одном мнении. Отпечатки тигров действительно своеобразные. На снегу очень похожи на следы, которые оставляет человек. Это из-за характерного передвижения животных. Полосатые предпочитают ходить уже проторенными тропами. Но а если и прокладывают себе путь, то так, чтобы никто не догадался. Во-первых, он довольно-таки похож на общекошачий след. И он очень схож со следом человека. Потому что она не всегда ставит заднюю лапу в передней. То есть иногда не попадает. И след тогда получается вытянутый, очень похожий на отпечаток. Особенно, когда снега немного или она идет по тропе, она не обязательно вот эти вот делает круглые стаканчики. Пути перемещения илоны ученые изучают не только по следам, но и со снимков с фотоловушек. По всему Хинганскому заповеднику их расставлено несколько десятков. Каждый месяц расположение камер приходится менять. Тигрица на одном месте не задерживается, а постоянно ищет новые точки для пропитания. Здесь стоит пир, датчик так называемый, то есть инфрарет. И как только объект, отличающийся по температуре от окружающей среды, у нас пройдет мимо этого датчика, если и крупный объект такой, как кабаны, или человек, или собака, то там и расстояние до 10-15 метров. Ареал обитания илоны – около 40 тысяч гектаров заповедника. Почти треть всей охраняемой территории. Кстати, у самцов эта площадь, как правило, значительно больше. Покидать свои владения тигрица, как видно, не собирается. Ученые регулярно находят места ее лежбищ и приема пищи. В этом году популяция кабана и зюбря и косули увеличилась, а значит голодать хищнице не приходится. За одну зиму, как подсчитали охотоведы, она добывает до 20 диких свиней. Не отказывается и от другой живности. Каждую зиму именно на этом участке практически регулярно и видят тигриные следы. Дело в том, что сейчас мы находимся над железной дорогой. Точнее, стоим на самой вершине Таркманчуканского туннеля. И именно этот участок самый безопасный для того, чтобы тигр мог совершенно свободно обходить свои охотничьи угодья. Встречи с человеком Илона старательно избегает. Практически не выходит к федеральной трассе или железной дороге. Старательно прячется и от фотоловушек. Как рассказывает старший научный сотрудник Хинганского заповедника Алексей Иванов, за два года вживую тигрицу они не видели ни разу. А вот она за ними наблюдает регулярно. Увидели по следующему сигналу со спутника, что как раз в это же время, когда мы рассматривали добытого кабана, она находилась 200 метров на противоположном склоне вот этого ручья. То есть вот она рассматривала, как мы, рассматривала этот момент нас. Но ничего не предприняла, хотя мы фактически на ее добыче находились. Впрочем, в случае нападения тигра на человека – это большая редкость. Как говорят охотоведы, это животное интеллигентное, и напрасно рисковать своей жизнью не будет. Но если почувствует опасность или слежку за собой, то реакция может быть непредсказуемой. Звери все индивидуальные. И существуют звери с очень скверным характером, которые не любят, даже не любят присутствие человека на их участке или присутствие человека возле добытого изюбря. Но это еще у Арсеньева в его книге по Уссурийскому краю написано, как там тигр напал на дерзового зала, который хотел добыть там изюбря, на которого охотился этот тигр. Если с кормовой базой для Илоны в этом заповеднике все нормально, то с женихами проблема. Тигры Боря и Кузя, выпущенные в Амурской области президентом России Путиным, сменили место проживания. Кузя ушел в неизвестном направлении, а Бориса вернули обратно в Приморский центр реабилитации. Слишком часто животное выходило к людям. Сотрудники Хинганского заповедника надеются, что из этого же центра, будущее весной, в область привезут нового самца и выпустят его в дикую природу. По крайней мере, переговоры об этом ведутся. Сейчас еще идет выбор места. Если это будет даже в Юрейске, то относительно недалеко от нас. То есть вполне вероятно, что этот самец будет дотягиваться до участка обитания Илона. Но Илона сама тоже не сидит, не ждет у моря погоды, но совершает достаточно большие дальние выходы за территорию заповедников в поисках, можно так сказать, жениха. Ученые не исключают, что свою вторую половинку Илона найдет и без помощи человека. Пускай редко, но дикие тигры все-таки заходят в Амурскую область. Не исключено, что после очередного такого визита в Хинганском заповеднике будет пополнение краснокнижных хищников. Юрий Камышный, Андрей Цветков. Первый областной канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова